Хабаровск Хабаровск несколько лет развивает туристическую направленность. Из года в год краевая столица становится все привлекательнее для гостей из других стран. В первую очередь турпоток возрастает благодаря азиатским соседям. Некоторые гости даже рекламируют наш город у себя на родине. Сегодня у нас в гостях директор представительства авиакомпании «Осиана Айрлайнс» мистер Чон Унхак, автор книг-путеводителей о России Со Бён Ынн и представитель сообщества блогеров «Осиана Айрлайнс» маркетер Ким Джон Хюн. Здравствуйте! Здравствуйте! Мистер Чон, Ваша компания выполняет рейсы по 82 международным направлениям. Насколько популярна Россия и в особенности Хабаровск у Ваших туристов? «Осиана» существует в Хабаровске с 1994 года. Тогда, в старые годы 90-е, еще не так много было обмена туристами. И только сейчас Хабаровск начинает значимое место занимать в головах людей азиатских. Сейчас Хабаровск становится узнаваемым, и чтобы стал он более знаменит, мистер Чон как раз прилагает все усилия, и поэтому пригласил показать необычайную красоту нашей дальневосточной природы, знаменитые какие-то места. Следующий мой вопрос, наверное, будет всем нашим гостям. Вот два дня Вы уже у нас гостите, два дня Вы собираете красивые планы нашего города. Есть то, что уже успело Вас впечатлить? В Россию, честно говоря, я приехала первый раз и не ожидала такого разнообразия. Эффект очень поразил меня Хабаровска, потому что самое удивительное, в первые дни мы посетили спа, сауны, русские бани. Это то, что очень любят восточные люди. Для меня это было прям сюрпризом, что здесь это тоже развито. Также, как и везде в Европе, на улицах продают вкусную очень еду. Об этом я планирую рассказать в своих дальнейших блогерских статьях. И, конечно же, поразили своей красотой храма Хабаровска. Это то, что мы успели за первые дни увидеть. Мистер Собион, какие впечатления? Я автор двух книг «Китвко» по России. Первый называется «Изи Россия», и второй «Изи Транссибирская магистраль». Новый переводитель про Хабаровск. Вот такой вот «Китвко». Это по характеру совершенно превращается от предыдущих «Китвко». Это очень сейчас очень интересно, популярно в Корее. Очень чистый поддув и дружелюбные люди, которых нет в Корее. Даже так. Спасибо большое. Мистер Чон, я знаю, что вы живете в Хабаровске больше года. Вы подсказывали съемочной группе, с которой вот приехали, интересные места нашего города, что посмотреть, что пофотографировать? Основное, что впечатлило нас, и я сказала, куда сходить, это были площадь Ленина первым делом, шоу фонтанов, также парк Динамо вечером очень красив. И немножко в отдалении имеющаяся заимка. Все знают, Хабаровчане это место. И там можно прикоснуться к природе, посмотреть на красивые виды реки. Ну вот, мистер Собен-Юн уже показал нам свою книгу про Транссибирскую магистраль. А как появилась идея о создании материалов презентационных о нашем городе, о Хабаровске? В этот раз, конечно же, я узнал от директора ОСИАН и представительства в Хабаровске, что интерес есть у восточных туристов к маленьким путешествиям, коротким путешествиям на Дальний Восток, в том числе в Хабаровск. И нашей целью стало показать именно город Хабаровск по всей своей красе, чтобы люди, приехав сюда, посетили самые интересные места. А проводилась ли подобная работа еще с другими городами? Понятно, сейчас мы про Хабаровск будем, и книжка скоро выйдет, и блогеры напишут замечательные статьи. Проводилась ли с другими городами такая подобная работа и в других странах? Конечно же, наша основная цель, несмотря на то, что на прошлых путешествиях мы уже набрали хороший опыт, нам показывали, как конструируются самолеты в этой компании ОСИАНа, как работа идет, кипит в разных представительствах в разных городах. И теперь, после этой поездки, мы через наше слово, через наши статьи блогерские очень хотим передать, что непременно сервисом компании ОСИАНа вы можете проехать город Хабаровск и насладиться красивыми видами, местами, и ничем не хуже этой европейских городов. И коротко, от каждого гостя, есть ли города, которые лично вам запали в душу и являются вашими любимыми городами? Действительно, нет места, где бы я не побывал, но, признаться честно, не ожидал назначения в Россию и был удивлен именно азиатской частью нашей страны и России, не только европейской, как и знают многие по разным центральным городам. Но здесь именно моя душа, конечно же, теперь принадлежит Хабаровску, но, тем не менее, я очень люблю и Казахстан, был в Алматы, а также Ташкент в Узбекистане. Что скажут другие гости? Самое любимое мое место, и я написала об этом, это Санкт-Петербург. Но, если вы меня спросите, куда бы я порекомендовала съездить туристам, это, конечно же, тоже озеро Байкал. В Хабаровске, честно признаться, я пятый раз, и это само за себя говорит. Я очень люблю такие места, где можно какие-то археологические раскопки делать, что-то такое узнавать, начиная от Африки, Истамбула. Но то, что меня, повторюсь, поразило в Хабаровске, это наличие таких красивых храмов, церковных каких-то реликвий. Ну вот два дня вы уже у нас в России. Мистер Чион у нас чуть больше года живет в Хабаровске. Хотели бы вы сами приехать отдохнуть в Хабаровск, а не по работе, скажем так? Я считаю, что с семьей приехать в Хабаровск, это было бы просто великолепно, потому что просто пройдя по берегу реки Амур, посмотрев на невысокие здания центра города Хабаровска, душа отдыхает, расслабляется. Спасибо. Надеюсь, красоты нашего города придутся по вкусу и всем вашим туристам. Ну что же, напомню, у нас в гостях были директор представительства авиакомпании «Осиана Айрлайнс» мистер Чион Ун Хак, автор книг, путеводитель России Со Бьон Ён и представитель сообщества блогеров «Осиана Флайн Маркетер» Ким Джон Хюн.